Девчонки, мальчишки, рада представить вашему вниманию два ведра. Это 10 литров и 5 литров. Ведра складные. Мне задавали такой вопрос, типа того, дорого? То есть ведро, ну я правда по акции брала, вот это за 480, вот это вот за 550 я брала. Вот, говорят, что дорого. Прежде чем купить наши ведра, я посмотрела цены на других сайтах. Они стоили либо столько же, либо дороже. То есть наши ведра складные, типа того, почему оно так может стоить, это очень дорого для ведра. Лучше купить пластиковое, как мне написали в комментариях. Оно будет дешевле там в 5 раз и качественнее будет, потому что якобы силикон может повредиться ножками от яблока, да, потыкаться ножками от яблока. Вот, поэтому хотелось в этом видео тоже ответить на эти вопросы для всех, вот. И, собственно говоря, рассказать подробнее, почему я именно на них остановилась. Значит, они получаются, если брать точно такое же силиконовое ведро, которое складное, то на других сайтах, в том числе китайских, а так как сейчас курс доллара увеличился, повысился, то, соответственно, повысились цены и на китайских сайтах, и, естественно, на российских, потому что в России все завозится из Китая, то эти ведра стоят либо столько же, либо дороже. Поэтому мне, я просто меняю обычный магазин на магазин Фаберлик, потому что мне еще с этого определенные бонусы, определенные плюшки. Это во-первых. Во-вторых, мне не подойдет обычное ведро пластиковое для машины, а я покупала для машины себе маленькое ведро. То есть я брала вот это себе 5-литровое, родителям брала 10-литровое, потому что им нужно побольше. Пластиковое ведро будет у меня лежать в багажнике Матиза. Там есть инструменты, какие-то лопаты, я кладу щетку для стекол, для чистки стекол и так далее. Просто пластиковое ведро, оно лопнет через какое-то время, потому что там очень много железок, она будет при езде туда-сюда болтаться, она у меня повредится. Плюс еще ко всему, обычное пластиковое ведро занимает много места в багажнике, как ни крути, даже если вы возьмете маленькое, вот оно у вас будет вот так вот стоять, да, лежать, валяться там. Ну, оно будет у вас просто занимать место. Вот это вот пластиковое ведро складное, оно складывается. Я вам сейчас покажу, как. Его идеально для квартир, потому что в квартир тоже мало места, да. Ну, куда вы его вот купите, куда вы его поставите? За счет того, что это пластиковое ведро складывается, вы его сплющите и положите в любое место, даже в любой, даже в самый маленький шкаф. Плюс еще ко всему, оно подвешивается, я вам тоже сейчас поблизости покажу. Оно подвешивается, вы, купив его на даче, можете повесить, оно тоже у вас не займет места. То есть, для меня это самый был лучший вариант, я на этом остановилась. И по размеру, видите, хочу вам показать 5-литровое и 10-литровое ведро, как они между собой выглядят, да, и в чем разница. И поблизости, чем еще мне понравилось? Вот здесь вот есть выемка, чтобы можно было вешать на гвоздик. Ну, то есть, вы сложили его, как складывать, я сейчас попозже покажу. То есть, сложили его и повесили. Плюс еще ко всему, вот эта вот ручка, она, если вы с этой стороны ее, то видите, она падает. Если бы с этой стороны не было, не знаю, как сказать, деления этого, вот этого ограничителя, вот этой защиты. То есть, оно кладется на эту защиту, вам вот взял и пошел, да. Это подвесной вариант, то есть, если вы вдруг захотели куда-то повесить. То же самое есть и у маленького ведра. Плюс еще, я это, например, не заметила при покупке, а потом, когда уже пришла, да, я проверила на герметичность. Я налила и туда, и сюда воду. Они герметичные. Здесь еще есть носик для удобного слива. И вот с этой стороны, это замечаешь только, когда начинаешь пользоваться, есть вот такая вот выемка, то есть, очень-очень удобно. брать, да что же у меня с фокусом-то сегодня? Брать вот так вот, и сливать воду. То есть, вы одной рукой, надеюсь, понимаете, о чем я. Я сейчас попробую вам показать это как-то. Мася, Мася, ты мне мешаешься, зая. Мася, ты мне весь обзор занял, иди отсюда. Вот, берете, когда сливаете, очень для слива удобно. Вот в эту выемку кладете руки. Зайчунь, иди, пожалуйста. Вот в эту руку кладете, вы им кладете и сливаете. Мася, ты там не мешаешь, иди, говорю. Так, иди. Вот, берете вот так вот, сливаете. Очень-очень удобно. Как оно сворачивается? Вот так вот берете. И первый раз я боялась поогнуть пластик, ломать пластик. Не силиконовый, а именно пластик такой. У меня есть помощник. Вот, оно сворачивается вот в такую лепешку. Эту лепешку вы можете подвесить куда угодно, и положить в любое место, но у вас много места не займет. И то же самое мы сейчас проделываем с ведром 5-литровым. То есть, вот за счет вот этих вот силиконовых голубеньких вставок оно сворачивается. Это как у нас были раньше такие, знаете, стаканчики. Вот, видите? Мась, ну нельзя! Ну ты что делаешь? Иди отсюда! Вот, видите? Вот лепешечка у нас такая получилась. У нас такая лепешечка получилась. С внутренней стороны у этого ведра, но он точно такой же. То есть, и выемка есть, и ограничитель есть, и куда подвесить, и такой же сливной носик. И сейчас я вам покажу, как они смотрятся оба в диаметре. Насколько они отличаются. Вот такие вот две лепешечки. Вот видите? Как раз идеально. И для меня маленькая, и для родителей. Особенно для моей маленькой машины, Матиза, для багажника. Места вообще не занимает. Поэтому обратите внимание на эти ведра. И скидка у вас будет еще 20% от цены, которая на сайте. Ссылку я оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Регистрируйтесь, заполняйте форму, и таким образом у вас будет свой личный кабинет. Вы сможете делать заказ на любой офис вашего города, на любое почтовое отделение со скидкой от 20 до 26%. Присоединяйтесь. Я вас добавлю еще в наши продуктовые чаты. Продолжение следует... Продолжение следует...